А чё они там дают? Они санкетно дают, подожди Просходки нету большинства? Нет. А ты там? Ага. Пожалуйста, сахар не нарушайтесь. Зачем это делать? Сидите там, дуйте, дуйте. Уходите из квартиры, живите там тогда. Все-таки крутые стали бы не давать. Что такое? Каждый раз об этом говорим. Кому хуже-то делать? Падаете-то вы же. У вас же проблемы-то. Проблемы-то у вас. Чё, какие? Кому хуже-то делать? Почему не следует? 6 часов лекция должна быть. Если даже нет лектора, уже петь хориклично надо. Божествам петь. Мы это делаем не для кого-то. Мы для них делаем. В 6 часов их удовлетворять, чтобы мы сидели на Багаве. Это Бхакти. Они сидели там на диване и читали там миссию Пропады. Чтобы стать Пропадой. Подражать ему, ещё раз. Обе на рецепты. Перевод стиха. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Комментарии по божественной милости Шри Шри Мадраче Бхакти Винданте с вами Пропады. Из этого стиха явствует, что Арджуна уже удовлетворён своим пониманием Всевышнего Господа Кришны. Милостью Кришны Арджуна обладает опытом, разумом, знанием и всем, что только может иметь человек благодаря этим качествам. И он осознал Кришну как верховную божественную личность. Для Арджуны не существует сомнений, но несмотря на это он просит Кришну объяснить его всепроникающую природу. Обычные люди и в особенности имперсоналисты интересуются главным образом всепроникающей природой Всевышнего. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну, как он существует в его всепроникающем аспекте посредством его разнообразных энергий. Разумеется, Арджуна спрашивает об этом в интересах обыкновенных людей. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах. Благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Продолжение следует... 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 В этом стихе Широпрапада описывает, что нужно иметь для того, чтобы осознать Кришну как Верховная Личность Бога. И первое — опыт. Милость у Кришны, милость у Кришны, Арджуна понял, что Кришна — Верховная Личность Бога. Из опыта. Из какого опыта? Итак, Арджуна получил по милости Кришны этот опыт. Что это означает? По милости Кришны Арджуна общается с Ним посредством предного служения. Из этого опыта предного служения он приходит в заключение, что Кришна — Верховная Личность Бога. Также он приходит в заключение благодаря тому, что Кришна наделяет его разумом и знанием. И всем, что дают эти качества. Опыт, разум и знание. Кришна говорит Бхагавагите, я есть знание, память и забвение. Тот, кто предается мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знание. Благодаря тому, что он приобрел знание, он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Вот очень часто вы не замечали лекции? Бывают лекции такие, где так много цитат, где так всякие такие закрученные моменты. А бывают лекции, такие простые слова, но такой глубокий смысл, задевающий сердце. По крайней мере задевающий разум, задевающий наше ложное эго, позволяющий нам задуматься о том, на самом деле мы правильно действуем. О каком знании идет речь? Вот каждый говорит, надо вот новое знание какое-то, новое знание, надо новое знание, надо то, надо обучаться, надо все. Чему? Вот расскажите мне, кто чему хочет обучаться. Но сначала не расскажите. Чему вы хотите обучиться? Что у вас нету для того, чтобы обучиться? Люди хотят, чтобы мы их обучали. Ищут наше общение. Те, все, кто прослушали тысячи семинаров и все остальное. Отлично говорит, тому, кто предается, я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знание. Сам. Откуда? Из семинаров. Откуда знание дает? Кришна говорит, я есть знание памяти забвения. Это знание приобретается из опыта преданного служения, из опыта общения с Кришной. Как преданный общается с Кришной? А средством чего? Воспевание, конечно же, Воспевание. И как Он общается? А Кришна Ему слушает? Кришна же тоже слушает наше Воспевание. Мы слушаем Кришну, так Он там в звуке звучит. И сначала было слово, и это слово было Бхагаван, Кришна. И мы каждый день. Гореи Кришна, гореи Кришна, 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 гореи, гореи. Гореи Рама, гореи Рама, 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 гореи, гореи. Вот представьте, мы много узнали. Вот как надо ходить, как стопки книг носить, как надо хокки одевать, а локти выкуну носить. Вот мы проехались, там, сядь. Но улучшилось ли наше Воспевание? Нет. Наше Воспевание не улучшается. И когда Воспевание не улучшается, человек не может понять причину того, что он не прогрессирует. Человек пропадает, говорил. Желание нового разнообразия – это материалистическое желание. Поиск разнообразия – это материализм. Это и есть материализм. Как же он проявляется? Это материализм, желание разнообразия. Какого разнообразия? И пропадает, говорит. Они говорят, что мы все время одно и то же делаем. Поем, читаем свои 16 кругов. Два часа одно и то же повторяем. Два часа одно и то же. Каждый раз собираемся. Тут мазать, тут правхи. А барабан, даже мелодия порой не меняется. Крутим лепестками. Одно и то же, одно и то же. Однообразие нужно. Один и тот же город, одно и то же тело, одно и то же место. Все одно и то же. Какое же разнообразие. Разнообразие. То ли дело, когда разные женщины, разные вино, разные сигареты, все разные, 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 разные спражнения. Все это так здорово. Разный цвет мочи, разные плевки. Такой густой плевок, такой железный, сопли разного цвета, гной. то ли дело когда такое разнообразие но и тоже время одно и то же как надоело одни и те же лица видите научили кошмар одного человека как они там жил духовными как хочется разнообразие все время кришна один и тот же алтарь одни и те же божества одни и те же одежды но иногда что-то новое все одно и то же одно и то же раха кришна раха кришна раха кришна преданное служение бездонно так же как бездонного спевания так же как нет границ любви к богу и живое существо ищет этого материального разнообразия в силу своего безбожия в силу своей оскверненность какого разнообразия разве у вас нет возможности проповедовать проповедуйте вы не умеете проповедовать вы имеете чушь учитесь ли вы проповедовать нет сколько лекций здесь читалось все время пишется желающий стать полезным в вашем служении шилиппаде в чем польза что мы не знаем куда тебя деть если ты желаешь стать полезным служение шилиппаде проповеды говорит распространяйте мои книги и вы всегда знаете даже можете меня не спрашивать я доволен вами проповеды везде пишет распространяя эти книги вы совершаете великое слушание великое служение каждый раз концентрировал всех на книгах это называется быть полезным проповедью сознание кришны проповедует тот кто не может распространять книги должен заниматься чем-то другим так же как прикyinITE кришне перечислять если ты но этим хотя мы делаем вот так если деньги monster и так делай вот так если ты не можешь вот так делай вот так если ты не можешь то говорить так если ты не можешь просто работает для меня отказывается от плодов свое деятельность самый последний каяк просто работать для меня роботы и отказываюсь хотите Хоть что делать, и в мою пользу отказываться. Точно так же здесь, в служении, в Искон, Кришна первым, что предлагает, Арджуне, то бишь нам, распространять книги. О-о-о! Легче распространять! Гербалаев, чем книги. Хорошо, если ты не можешь распространять книги, распространяй просад. О-о-о! Легче! Если ты не можешь это, проповедовать. О-о-о! Если ты не можешь, распространяй брошюрки. О-о-о! Если ты не можешь, чисти картошку. О-о-о! Если ты ничего не можешь, в чем же твоя польза? Как же тебе поверить, что ты хочешь стать полезным? Но мой повык, сторожи храм, ничего больше не можешь. Что-нибудь каждый может делать. Если есть желание стать полезным. У нас у всех своя Багаладгита в жизни. И Фишина предлагает нам самое серьезное служение. И Багаладгита говорит, пожалуйста, распространяйте мои книги. Я вижу, как мои книги затопили всю эту планету. Я написал эти книги на 10 тысяч лет. И нету даже речи о том, что Санкитова когда-то будет неважно. Распространение книг имит. Будет когда-то неважно деятельность. Проповедь и распространение книг. Проповедь – наша миссия. Прочар. Шрил Бхатян Сарасвати говорит, каждый должен стать прочарой. Прочар. Только благодаря прочаре мы поднимаемся до очаров. Проповедуя, человек поднимается. Если вы не проповедуете, все уходит. Все уходит. Посмотрите, каждый раз повторяется одна и та же история, одна и та же песня в жизни людей. Все как по-тругому. Почему говорится круговорот, рождение, смерть? Вы посмотрите, одна и та же проблема догоняет нас в любом месте. И начинается то же самое. То же самое. Все то же самое, что было и в другом месте. Та же самая реакция, та же самая деятельность, тот же самый поступки. Все по кругу. И человек никак не может подумать, что ж такое, я же опять делаю то же самое. Значит, что тут с чем-то другая проблема, значит, что-то неправильное дело, потому что я возвращаюсь даже к такой же точной деятельности, как вот человек, попав в одном месте, он вдруг увидел, вот он идет, там по какому-то коридору, раз вскакивает какой-то человек, дичь, его застрелил, он умер. Опять он попадает в какое-то место, встает, опять идет по коридору, опять вскакивает человек, дичь, он говорит, ой, подожди, что-то я здесь, он умер и лежит, вымер. Что-то это было когда-то. Опять он раз, новое тело получает, опять идет по коридору, выскакивает человек, он говорит, эээ, подожди, 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 что ты каждый раз выскакиваешь и стреляешь, что ты, подожди, дичь, опять. Опять стрелять идет по коридору, и уже не идет встал. Тот человек выскакивает, а далеко, уже не как обычно, далеко выстреляет. Он говорит, ээ, послушай, тебе не кажется, что что-то мы в какой-то игре странной находимся? Каждый раз одно и то же, я иду по этому коридору, ты в меня стреляешь, я умираю, опять я встаю, иду по коридору. тебе кажется что мы марионетки в чьих-то руках тебе не кажется это по моему мы в мае оба одну человек задумывается одну дураку одно и то же происходит каждый раз и он помнит что одно и то же даже сейчас я могу видеть как вы действуете так же одинаково погоду в одном храме он бросает начинается копить деньги на индию начинать копить деньги копить опять другом храме опять не устраивает метод тот же самый все то же самое может быть я марионеткой просто хочу одно и то же все одно и то же и мое поведение одно и то же никакого разнообразия я действую как робот как самый натуральный робот же полностью идентично решаю проблемы это так страшно стать пленником то есть как марионетка в руках мая даже на мозги думают точно так же я на все одинаково меня так легко высчитать рассчитать любить даже не элементарно рассчитать где я сяду как я встану что скажу куда пойду и как буду действовать что я действую одинаково и вот в этом-то случае разум должен быть у человека он должен подумать боже мой я же он по крайней мере останавливается в этом коридоре потому вы все одинаково делаем почему бы не остановиться и не подумать что все одно и то же страшно когда человек комплексе в каком-то работе как животное условные безусловные рефлексы по тарелке постучали слюна удивилась женщина увидел гениталии возбудили а где разум-то где разум что-то произошло именно так подумал и человеку говорят это иди сделай вот так подумал а ну не может стоять и говорю он всегда так думает тогда это происходит так что можете пожалуйста бахатман полностью животная машина не то вообще тогда если того чтобы задуматься над нашей деятельностью каждый раз должен задуматься все же одно и то же почему же я из жизни в жизнь не скручусь может быть потому что я все время одинаково на все реагирую как тупой болван как робот хотя бы какое-то разнообразие ввел в реакцию ну даже если идешь по коридору опять он выскакивает стресс ну хоть бы там уклонимся там что-то нет все опять тоже все одинаково все одинаково это же жизнь нельзя становиться пленниками такой иллюзии все время действовать одинаково каждый раз одно и то же тот же метод тот же способ то же решение что живое существо каждый раз действует одинаково и реагирует одинаково почему говорится круговорот рождения и смерти что живое существо каждый раз действует одинаково реагирует одинаково почему шахта говорит люди подобные кошкам собакам свиньям ослам и верблюдам животного есть очень много стереотипов у него нет разума животного есть просто вот это все одно и да секс сон обороны решение одинаковое постоянно одно и то же решение человек принимает каждый раз желание стать семейным нарожать детей как верить работа дети семья умер работа дети семья умер работа дети семья умер через таскута привыкает к этой ситуации стереотипной что он уже даже из стереотипную ситуации даже не надо ему видите он автоматически уже делал автоматически у него срабатывает одно и то же его в концлагерь помещают у него опять работа, семья, дети, камера, куда бы не поместить у него один и тот же цикл вращается но это же можно изменить это можно изменить изменив сознание зачем менять что-то когда надо изменить сознание человек не хочет менять сознание и он думает нет я вот так сделаю его же каждый раз предупреждают Кришна через предыдущие так не решаются проблемы остановись так ты их не решишь если ты не изменишься ты разочаруешься в самом главном человеке в своей жизни ты разочаруешься в гуру, в искон, во всем в итоге ты разочаруешься для сомневающейся души нет счастья не в этом и не в том мире нету не так, ты должен научиться решать проблемы в сознании Кришны тогда нет разницы где ты находишься потому что ты решаешь проблему когда приходит Майя, ты побеждаешь ее сознанием Майю невозможно ничем победить, кроме сознания Кришны ее невозможно победить ничем, ее можно победить только Кришной человек говорит, ну я же и хочу победить Кришну но ты хочешь победить ее внешне это и есть внешняя энергия а внутренняя, ничего не побеждено проблема-то остается Дуриадрана, он видел Кришну непосредственно он в два раза к Кришне приезжал, общался с ним что толку-то? и остался демоном стольки многие люди общались с Кришной лично непосредственно и пропады пишут только пандалы знают, что он верховный личный Бог и еще некоторые прятают не для всех Кришна раскрывается поэтому он говорит, для глупцов и негодяев я сокрыт свою внутреннюю энергию внутреннюю энергию как вы думаете, что в человеке внутренняя энергия есть? та внутренняя энергия, которую Кришна сокрыт какая наша внутренняя энергия? ну конечно же ложная эда сознание, конечно сознание — это наша внутренняя энергия это сознание и не простое сознание а какое сознание? какова наша потенция? какова потенция сознания? в холодильни-шапте потенция наслаждать Кришну и решать любую, любую проблему через сознание Кришны Прабхана говорит, когда живое существо обращается к обусловленному сознанию то есть к ложному сознанию оно получает обусловленные ответы в них нет чистоты, нет гармонии, нет истины оно получает в печи трагьяну замечательную спекуляцию и еще больше запутывается в своих проблемах живое существо должно обратиться к изначальному сознанию не обусловленному сознанию Кришны и так решить через сознание Кришны но что такое сознание Кришна когда тут говорит вот я пишу письмо и человек уверен что это письмо таким образом нужно писать и нужно объяснять все свои проблемы они спрашивают как их решить не меняя ничего в сознании Кришна каждый это делает там внутри каждый абсолютно каждый как научиться не меняя ничего сделать свою жизнь совершенной Шрила Харидас Пракур говорит не надо менять семью религию национальность место жизни никуда нужно изменить сознание при помощи воспевания и слушания Кришны и совершения ему преданного служения откуда такая имитация я понимаю когда человеку дают служение проповедовать ездить это беспокойство читавритти и сексуальные проблемы заставляют человека блуждать это материализм он заставляет человека двигаться совершенно в неверном направлении по заданной схеме маят сеть не свободны ничего сам не может решить собой не может даже свой разум проявить потому что разум под воздействием тоже это и находится не свободен этот человек не свободен от кого или от чего от Кришны от чего он не свободен как освободиться как достигнуть освобождения Бхагатам описывается живое существо меняет все тело страну планету вселенную так и не поняв что нужно изменить свое сознание оно не сможет и пока живое существо не поймет это что нужно менять сознание оно не сможет подниматься преданных вот мы сегодня с Авидьяхой разговариваем как раз человек который вот все все те все те кто вот в моей практике сколько я видел преданных которые побывали в Индии по собственной прихоти все до одного все с проблемами я не помню ни одного преданного который поехал туда по своей прихоти не по указанию гуру нет по своей прихоти иногда они вытягивают из гуру но ни один из них не возвращался с нормальным сознанием вот мой гуру пишет он читал письмо он говорил я не рекомендую своим ученикам ездить в Индию особенно неинициированным также я не рекомендую и всем своим инициированным ученикам и также я не рекомендую не всем дважды инициированным ученикам И вот все, кто там побывал, по собственной прихоти, у всех возникли проблемы. И даже многие, те, кто побывал там, так сказать, не по собственной прихоти, выудил кто-то от кого-то из Махарады, выудил, они тоже возникли проблемы. Если человек не получил вкуса в одном месте, это же сознание Кришны. Что вы в Америке предаете, что вы во Франции предаете, что вы в Индии предаете, что вы в Вриндару не жуете, везде надо предаваться. Везде связано все с ложным эго, везде приходится переступать через свое ложное эго. И если вы не научились это делать здесь, не надо думать, что там как-то будет по-другому. Все равно заставят переступать через свое ложное эго. Переступать. И очень длительное время будет потерять. В Багове там говорится, что человек не должен изучать ничего, кроме сознания Кришны. Ничего. Кроме совершения преданного служения он больше ничего не должен делать. Не надо никаких открытий. Не надо ничего изучать. Почему? Потому что все изучено. Вы берете ревизическую литературу, там все уже это описано. Что, как устроен мир, сколько живых существ, как действует это материальный мир, как действует атом, протон, позитрон. Все объяснено в физической литературе. Никаких открытий не надо делать. Все открыто уже. Все абсолютно. Не надо выдумывать новые философии. Не надо выдумывать, как воспитывать детей. Ничего не надо делать. Это показывает о том, что живому существу ничего не надо делать, кроме преданного служения. Бактика. Ничего вообще. Не надо создавать никаких видов оружия. Ничего. Не надо какую медицину создавать, потому что все открыто и все в Священных Писаниях есть. Физика, химия, все открыто, все доконы. Он написал это, и сказал он. Вот я вам описал. Ничего вы не выдумываете ничего. Потому что я все уже это сделал за вас. Я вам дал. Просто займитесь преданным служением. Предавайтесь мне. Больше ничего не нужно. Все уже известно. Открывать ничего не надо. Открывать Америку, как есть такое выражение. Открыл велосипед. Изобрел велосипед и открыл Америку. Он изобрел велосипед и открыл Америку. Про человека говорят, когда он что-то такое и думает, что он первый. Выдумал это. Открыл Америку и изобрел велосипед. Ничего не надо ожидать. Ведическая литература ясна. Для чего? Здесь пишет Парупада. Аржуна спрашивает Кришну, как он существует в его проникающем аспекте посредством его разнообразных энергий. Разумеется, Аржуна спрашивает об этом в интересах обыкновенных людей, чтобы убедить их, что ничего не нужно делать, кроме как совершать служение. Это цель создания этого мира сразу начать заниматься преданным служением. Сразу. И больше ничего не изучать. Потому что все изучено. Живому существу, когда объясняют эту философию, оно приходит к выводу, что все изучено. Зачем я зря трачу время? Ведическая литература говорит об этом. И что же ведическая литература? Сначала вера в ведическую литературу. Потом вера в разделы Бабхи. Потом вера в Кришну образуется. И когда Кришна говорит, оставь все. Вообще все оставь. И просто действуй ради моего наслаждения. И все. И больше ничего не надо. Не заниматься вообще ничем. В итоге так. Все остальное пустая трата времени, потому что все открыто идет. Все изучено. Кришна дал все знание. Веда означает все знание. Все знание существует. И Кришна является ключом этого знания. Как узнать? Надо обратиться к Кришне. Как забыть? Надо обратиться к Кришне. Как помнить? Надо обратиться к Кришне. Как не страдать? Надо обратиться к Кришне. Все Кришна. Кришна, 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 Кришна. Где разнообразие? Все Кришна. Вот почему здесь Прабхады описывают, что это желание имперсоналистов узнать, что Кришна, оказывается, везде существует. Куда не поедешь, везде Кришна. Их интересует природа всепроникающего, Господи, имперсоналистов. Их интересует только этот Господь. Когда он везде проникает, значит, каждый Бог. Значит, каждый волен действовать как Бог. Делать, что хочешь, не подчиняясь никаким правилам и предписаниям. А Кришна говорит Бхагавадите. Даже Я следую всем этим законам и правилам. Даже Я Сам следую этому. Кришна – великий Ачаре. Он следует тем законам, которые Сам создал. Он великий Ачаре. Он не просто говорит и не действует так. А Он действует таким образом, как говорит. Мы даже, представьте, Кришна так себя составил, что мы даже Его не можем упрекнуть в этом, что Ты Сам не делаешь то, что проповедуешь. Даже Он следует тем путем. Своим путем. И Он говорит, все следуют Моим путем. И должны следовать. Иначе их ждут одни проблемы. Постоянно они будут низвергаться в океан страданий. Другогород рождения и смерти. Постоянно. Пока они осознают, что надо идти путем Кришны. Надо выбросить все свои планы и пойти по плану Кришны. Иногда мы хотим изменить. Вот как вы говорите? Вот сейчас, вот сейчас, вот если я попрошу у своего духовного учителя, вот честно, поехать, слушайте, поехать в Чаганатхапури на год и жить там. Ничего не делаю, только занимаюсь лечением. Разрешить мне будут? А? Как думаешь, разрешит? А я думаю, что разрешит. Даже без проблем, сразу разрешит. Если я об этом заговорю, опишу ему, какие у меня проблемы. Скажу, конечно, сами решайте. Хотелось бы поехать подлечиться годик. Я знаю на сто процентов, потому что у меня выговорят. Я все время спрашиваю, а что лучше? Что бы вас удовлетворило в большей степени? Пропада пишет, они своим здоровьем думают смехотворно, по-детски, хотят удовлетворить. Хатха-йоги, вот мы читали, да? Они смехотворно думают, что улучшив свое здоровье, ребяческое мнение, что это удовлетворяет Кришну. Я могу изменить план Кришны? Я могу изменить план и сказать, что план Кришны изменился. Вы думаете, план Кришны изменился? Но я же могу его изменить, план Кришны, на себя. Как вы думаете, я могу на себя изменить план Кришны? Как ты думаешь, Наташа, у Кришны есть план на меня? Ну, вот на меня есть план? А могу я изменить план Кришны? На себя? Ну? Как думаешь, нет? Нет, значит, я не свободен, да? Нету свободы никакой. Кришна принудил меня быть кришнаитом. Вот ты на себе! А ты как демо будешь? У Кришны есть план на меня? Есть. А могу изменить план Кришны? А вам все равно придется сражаться, пока вы хуже истинство. Кого худше? Тюрьме и джаву повторяйте. Что-то вроде того, говорит, он в девяти, в однице, но пока вы хуже. Ты даже еще этих вещей не помнишь? Объято, скажи, я могу изменить план Кришны на себя? Мгновенно мы можем изменить план Кришны на себя. Написав на своем плане план Кришны. Знаете, что такое план Кришны? Когда мы принимаем целиком все, что нам, с чем встречаться, нам приходится в преданном служении. Это план Кришны. Мы принимаем полностью все то положение, которое мы получаем в преданном служении. Со всеми испытаниями, тяжбами, решениями, с экзаменами с этими принимаем. И как только мы отказываемся принимать, как мы тут же пишем свой план и называем его план Кришны. Это не план Кришны, это уже наш собственный план. И мы никого не можем обмануть, что это план Кришны. Вот почему преданные падают. Вы думаете, у Кришны был план, чтобы они упали? А? Оля, ты думаешь, у Него есть план, да, такой? Желаю, я тебя спрашиваю. Конечно. Нет такого плана у Кришны? У Кришны был план, чтобы ты вот уже сколько, три года или все, еле-еле, душа в теле. Есть у меня такой план? А? Да нет, конечно. Он это учитывает. И он, наоборот, планирует, как привести живые существа к своему плану. Предложить им, не нарушая их свободу. То есть, сохранив им право не принимать эту миссию. Сохранив им право выдавать свои планы за планы Кришны. Он сохраняет, такой у Него план, сохранить свободу выбора. Это план Кришны. Сохранить свободу выбора живого существа. Он сказал, тебе не избежать этой битвы. Почему? Потому что все так было устроено, то сражаться пришлось бы. Но в чем разница была? Дима? И что? Это уже не в сознании, значит? И что? Ну, допустим, не в сознании. Но все равно же сражался, на стороне Кришны. Ну, тут уже не заходи в виду и преданности не шла речь. Ну, и что? Если я на стороне Кришны, значит, я уже все-все взберу. Другое. А что имели? Другой результат. Какой? 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 Ну, не в человеке не виноватся. Другой результат. Поэтому в Бхагавадбите есть такой момент, и пропады описывают. Те, кто сражались по личному указанию Кришны, попадают на ослепительную планету. Какое? Солнце. Представьте, они по личному указанию сражались и попали на райскую планету. Почему? Желание попасть на райскую планету было? Даже Сан-Яси там говорится, там, перечисляйся. Сан-Яси и те, кто по личным указаниям Кришны попадают на ослепительную планету в Солнце. И там стих перед этим. Что принесет мне эта битва? Где погибнут все мои родные и близкие? Что она принесет мне? Что она мне принесет? Ослепительную планету Солнце. Что мне принесет это, если я останусь в Сан-Яси? Ну что, Солнце принесет. Вышло Солнце. Что мне принесет, если я тут останусь? Что мне принесет, если я приму и сломаю свое ложное эго? Что мне за это будет? Поэтому Кришна уберегал от этого настроения. Он говорит, не думай ни о победе, ни о поражении. Ни о потерях, ни о приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Просто сражайся ради моего удовлетворения. И вот в таком настроении ты действуешь, как настоящий йог. Что-то связь со мной тебя интересует. И все. Тебя интересует преданность. Связь посредством вакте. Любви и преданности. И все. Каждый раз за наши аскезы мы можем получить любовь и преданность, а можем получить исполнение своего плана. И довольно материально, на самом деле. Что даже общаясь с Кришной, по его указанию действуя, но со своим планом. Живое существо не попадает в Кришну, а попадает на Солнце. Всем объясняют, что это план Кришны был такой. А не попадает на Солнце. Некоторые на Луну, куда угодно. Это факт. Это работает до сих пор. Значит, человек опять остается здесь, в материальном мире. А если он побывал на Солнце, вы знаете, да, что на райских планетах никто не умирает? Да? Вы знаете об этом? Слышали? Что там никто не умирает? Вообще никогда. Там нет смерти. А что там причем? Оттуда изгоняют. Оттуда изгоняют. Как? Ну, приходят и говорят, все, уходите. Он там не умирает. Он просто говорит, уходите. Это и есть способ, как его оттуда отправлять. То есть, он еще там жил-зажил, он нет, и вот, все. У него нет ни болезни, это ни смерть. Просто помещает такой, тих, трансформируется все. И он не хочет. Все, и опять на земле. Потому что и там все точно так. Кришна говорит, что до самой высшей планеты, до самой низшей, все это является обителью страданий. О, Арджуна. Никто, ни одно живое существо не свободно от гон материальной природы. Почему он призывает его принять правильное решение? Чтобы защитить Арджуну. Ради его блага. Мы всегда думаем, что кто нам это говорит, он наш враг. Потому что мы ослы. Мы даже не понимаем, что Кришна, все, что говорит Кришна, приносит нам лишь благо. Он заботится о нас, поэтому хочет нас остановить от неправильных решений, от неправильных поступков. И Кришна предупреждает несколько раз. Несколько раз. Одним удается нырнуть, другим нет. Третьим удается, четвертым нет. Можно очень хорошо пристроиться. Но это не означает, что вы уходите в другом моменте. Можно очень хорошо пригреться. Найти положение, все, и быть довольны. Так хорошо вам будет. И вы будете, вот что я искал. Но в чем проблема? Как вы думаете? Да ничего не отберутся. Не отберутся? Ты серьезно, что ли? Ты давно, взять, книг не читаешь. Вообще уже полностью цифры, я не знаю. И цифры всех вернолям. Я посмотрю, как ты считаешь. Все неправильно. Так что происходит? Иной результат. А какой иной результат? Человек думал, что будет лучше. В итоге становится что? Хуже. Махараджа Бхарата был великим преданным Господа. Великим преданным Господа он был. Про него уже говорили при жизни. Великий преданный. Только поднимите руку, потому что врагов тут подговорят. Он совершил ошибку и стал оленем. Ошибку. То, что он называл планом Кришны, это не был план Кришны такой. А он назвал его планом Кришны. Есть эта история, как он во дворце, ему говорили, там, пришел его и сказал, ты что делаешь? Ты же преданным. Он говорит, да это план Кришны был. Кришны два плана. Один план для преданных, а другой план для непреданных. И все это в одном плане. Непреданный будет действовать так, преданный будет действовать вот так. Непреданный будет так, а преданный вот так. Будут делать одно и то же, но один будет это делать для меня, а другой будет делать для себя. Один возвратится ко мне домой, а другой там и будет страдать. Вот и все. Все сражались на Гурупшетре, но одни в ад уходили, одни в рай, третий на голову в гриндовом. Четвертые вообще так же перерождались здесь. И каждый отправлялся в определенное место, делая одно и то же. Со стороны показалось, что они там дерутся, что делят. Все воины, все однозначно, все сражаются. Но почему же все в разные места отправлялись? И все ли были доволены, куда они отправились? Нет. Я помню эту историю. Помните, был в Тонске такой Леша его звали, что ли? Ну, который по холму Гавархана-то ходил, да. Которого нашли убитого, растерзанного во враге, в помойке, в Калькутте. В чужой стране, в Калькутте, на помойке, мертвого, зарезанного, что-то там, много ударов. Все, конечно, может произойти, особенно с непреданным. Иногда Кришна, чтобы сохранить других преданных, меняет тело другого преданного. Все совершенно по-другому. Я не страшно, я серьезно говорю. Это точно так же, как у нас здесь был храм, я помню этот, Эдик. Он так здесь столько видел всяких разных недоставков, все такое. Ну, по-курочи. Кто помнит его? Завода помнишь его? Я-то вообще вот так отлично помню. Он мне все время это говорил, говорит, что ты приправил. И такой, садхалей, на Санкир-то, ну все. О, джапа. И разорвало его на части. Разорвало его на части. Отправили его в командировку, дали ему 5 миллионов, он решил план Кришны. Он говорит, план Кришны другой. Он сел в самолет, и в этом самолете Кришна собрал всех, у кого был план, его план у кого был. Он собрал их всех. Когда я приезжал за ним туда, мне таксист говорил, как удивительно, говорит, я, говорит, раньше думал, что это анекдот. Когда есть такой анекдот, как говорится, что на одном корабле собрались там все люди, и они то делали, и то... И вдруг корабль стал тонуть, и все стали орать. За что? За что? Потому что среди них был один священник, и он стал кричать, за что, Господи, их-то понимаю, они-то все. А я-то за что тут оказался среди них? И Господь ему сверху сказал, я вас только длительное время на один корабль собирал. Ну и сказал, на санскрите. Я вас специально собирал в одном месте, один корабль вас привел, чтобы кончить с вами со всеми. Знаете, гибель Титаника. И этот шофер говорит, надо же, я вот сам в Иркутске был, и в этом самолете, это был самолет, бизнес-класс, там все. Собрались все, он говорит, кого, говорит, всех больше, говорит, не любили в Иркутске. Он говорит, я вот знаю, слухи ходят, а вот тот такой, если какой-то. Он говорит, как вот, как, 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 странно, не все оказались. Говорит, а ваш кто? Ваши судьбукоместрией занимался. Я говорю, да. Я звоню, заберите его, говорит, ошметки. Могло бы, было бы, иначе. Все могло бы, было, быть, иначе. Перевернулся автобус с паломниками. Все были преданные Кришне. 45 человек погибло, 28 получили тяжелый вечер, и один другого спросил, где же твой Бог был? Вот, даже его преданные, смотри, что случилось. Помните, да? Он что ему говорит? Те, которые погибли за свои ошибки, все их оскорбления в предном служении воплотились в пьяного шофера. Иногда мы забываем об этой связи, что все наши ошибки могут воплотиться, все наши проблемы могут воплотиться в какую-то проблему, личность даже. И он ему объяснил, ты так и не понял. Все их оскорбления и ошибки в предном служении воплотились в пьяного шофера. И те, кто совершил очень много ошибок, оскорбления, они получили милость. Они покинули тело, и они переродятся и начнут действовать сначала. С того уровня преданности, на котором находились. А те, которые остались живы, получили большой урок. Они оскорбляли в таком положении, теперь будут в таком продолжать служить. И будут бояться совершать эти оскорбления. А? Как думаешь? Как вы думаете? Диносоль, как думаешь? Так она получила свой экзамен уже. Кто знает, какой ты экзамен получишь. Расскажем, да, как один? Едет на машине. На санкирку раз и заснул. Лобовой удар. Недавно так был. Дул и голову сразу. Рахом. А второй на заднем сиденье спал. И все внутренности оторвались. И в страшном случае, Рейнер даже не вспомнил ни о чем. Рейнер всегда спрашивает, отправился ли этот человек в Духовный мир? Отправился ли Игорь Куртуа в Духовный мир? Почему Кришна это санкционирует? Мы не можем говорить. Почему и как? Мы можем говорить, какие процессы происходят в преднам служении. Потому что они описаны. Очень опасно со своим планом. Пропада говорит, предное служение, как лезвие бритвы. И кто-то спросил, вы все время говорите, предное служение, как лезвие бритвы. Один неверный поступок, и вы сами перерезаете себе голову. Горло. Они сказали, а что такое? Почему мы сами-то? Может быть, только кто-то взял нам горло перерезал в предном служении? Нет, вы... Вы это делаете себе сами. Один спросил, а как? Первое. По небрежности. И второе. Оплошность. Небрежность и оплошность. Небрежность понятно. А оплошность что это? Что такое оплошность? Небрежность это самоуверенность. Знаете? Небрежность. А, а вот так. А, где-нибудь упало. Ну что? Самоуверенность. А оплошность что такое? Ум не сконцентрирован был. Оплошность, да, слышишь? То есть, в этот момент не следил за интерьерами. То есть, о чем-то другом думал. Не то, чтобы он мастерился. Нет. А просто о чем-то другом задумался. Окей. Не он, а окей. О, мани. Мани, мани тут, о, мани тут, мани тут. Все же очень серьезно, на самом деле. Это не детская игра. И Кришна нас может предупреждать. Мы думаем, что он нас стращает. Как вы думаете? Кришна стращает, по-моему. Он предупреждает. Через прохладу Махараджи Он столько раз предупредил Киранику Шипу. Столько раз он предупреждал. Столько раз. Нас каждый раз предупреждает. Факт, что мы все спасены. Я могу вам сказать. Все мы спасены на самом деле. Ну, Сталина, будь предному служению. И как бы ни повернулось, порежем его горло в этот раз. Но вот в этот момент, когда вы режете горло, вы очень красиво будете выглядеть. Вот кто хочет себе горло перерезать случайно? Что ты так и желаешь? Ты не хочешь, Шура? Горло себе перерез. По неопытности, по случайности перерезать себе горло. Значит, как мы можем не перерезать себе горло? Действие правильное. Правильное. Еще раз правильность. Аплошность – это значит неправильное сделание. Неправильное. Что такое оплошанность? А? Нет. Неправильное решение, можно сказать, да, не оплошал человека. Посмотрите, он говорит, вот так будет. А там, он говорит, ну что ж, оплошал, ладно. Да? Что ты сделал неправильно? Сиделся в десятку, попал в молоко. Он говорит, оплошал. По небрежности столько много происходит проблем. Пальцы, руки, ноги отрывают. По небрежности в детстве. По оплошности, по небрежности. Так и в преданном служении. Человек сам себе перерезает горло. Парападок особенно подчеркивает, что не кто-то это делает. Он сам себе перерезает горло. Кто-то может сказать, о, вот экстракт. Здесь коло перережаешь себе. А там даже и говорит, вам там его перережут. Но там вам перережут наверняка. А здесь есть возможность не перерезать. От вас все зависит. В преданном служении пропадок, говорю. Там майя хочет перерезать вам горло. Там все хотят перерезать друг другу горло. В преданном служении все зависит от вас. И вас каждый раз говорит, неправильно идешь. Иди отсюда, сам знаю. Все. Все, что нам здесь говорят, это только потому, что боятся, что мы можем пораниться или перерезать себе горло. Поэтому нам говорят, да ты что делаешь-то? Ты же сейчас порежешься. Ты сам знаешь. И все почти порезались. Как только они начинают так говорить, они режутся. И очень серьезно. Хришна бережет. Но самое страшное, что человек может ничего не достигнуть практически. Ну, одно даже, маленькое, маленький шаг в преданном служении. Оборачиваться для человека. Большой удачей. Ну, родиться в семье Браво. В богатой аристократической семье. Архимский-то Прабху как-то рассказывал, как Попара говорил. Что вы просто можете родиться калекой. С той же самой преданностью, но калекой. Как вы думаете, почему? А? У вас будет меньше возможностей, меньше желаний наслаждаться. Кришна обезопасит вас таким образом. Кришна может сделать так, увидев, что это препятствие у вас. Что вам препятствует то, что вы так здоровы, так красивы. Это вас препятствует. И чтобы дать вам продвигаться, он может забрать. Чего интересует душа? Тарпада объяснял. Вы можете родиться с каким-то изъяном. Но ваше преданное служение будет более качественным. Он будет устранять эти проблемы. Почему говорит он, что преданное вам не ищи? Кришна устраняет это богатство. Для чего ему богатство, когда оно является препятствием у преданного служения? Он начинает устранять это. Он сначала дает, пока мы действуем правильно в сознании Кришна, он начинает нам давать. Но когда мы начинаем действовать неправильно, он может у нас отнимать постепенно. Здоровье, удачливость, вкус. Все может отобрать. Все то, что препятствует. То есть пока есть у нас желание служить. А когда у нас уже нет желания служить, он говорит, ну хорошо, давай, ты иди делай. Ты в моем плане только теперь вот так, без сознания моего. Так что давай, я просто тебе буду все со мной. Добавки, поправки. Олег Кришна, вопросы есть? Добавки, поправки. От кого? От кого-то? От кого-то? Да, да, это факт. Это правильно рассказать? Он так описывает. Кришна изменит план, если будет не так. И это тоже будет план Кришны, но уже не на Вас. Не на Вас и не в Вашем предном служении на этом этапе. На самом деле можно все назвать планом Кришны. Но это будет другой план уже. По Витросуру он так сильно вдохновлял Индра. Когда Индра вообще не смог с ним сражаться. И Витросуру еще говорил Индра, все должно быть по-настоящему. И он чувствовал Витросуру, что он-то может убить Индра. Он почувствовал сразу все слабые места Индры. И он мог его убить. И он испугался Витросуру. Потому что условие было драться по-настоящему. И он не знал, что сделать. Потому что если он будет драться не по-настоящему, план мог измениться. А сейчас кто-то драться начинает не по-настоящему. План изменится на Вас. Точно будет, сто процентов. Об этом подтверждает юридический результат. Но выиграв в этой битве, Вы можете получить больше, чем убежав от нее. Каждый раз человеку дается возможность, Кришна дает преддному возвыситься. Вы знаете, да, что такое возвыситься над этим? Он дает возможность возвыситься преддному. Но преддный не хочет. В смысле их меркантильных людей. Отказывается сражаться. И Витросуру он очень сильно испугался, что он не по-настоящему действует. И он подумал, вот за это сейчас план измениться. И он не знал, что сделать. И он просто начал вдохновлять им драться. Он сказал, ты благословленный Господом Вишну. Помнишь, да, он такого называл? О, ты благословленный Господом Вишну. Я не благословленный, а ты благословленный Господом Вишну. Ты еще раз что? Убить меня? Давай, давай. Витросуру очень беспокоен. Он хотел быть убитым. Потому что если его убьют, он попадал на Вайкунху. Витросуру, демон. Попадал на Вайкунху Халоху. Так он любил Кришну. Так же и Кришна Арджуна испугал. Об этом же. Арджуна испугался, что все может измениться или к отношению. Примис появится. Арджуна испугался, что он может потерять общение Кришны. После своей тупости. Находясь рядом с Ним, он может потерять вкус к Нему, находящемуся рядом с Ним. И Арджуна испугался. Очень сильно испугался. Это было за что бояться. Было чем дорожить. Когда я увидел преданных, которые ничем не дорожат, просто ничего нету, чем дорожать. Кроме собственных размышлений, спекуляций и проблем. Они не сняли нектара никакого. Поэтому ничем не рискуют. Своим членом эти тупости. И так они каждый раз, не реализовав этого аспекта, убегая от одной проблемы. И я создаваю новую. Убегая от той. Постепенно эти проблемы где-то суммируются. Наступает момент, когда эта проблема встает перед человеком. И как он только начинает от нее убегать, она теперь его начинает догонять. Она гонится за ним и настигает его. И что? Бьет его. Она нападает на него. И она не слушает никаких аргументов, что он не знал или что-то. Пропадает. Она бросается, как хищный зверь. Как ев бросается на лань. А благородного оленя. Проблема. Она набрасывается. И там уже бессмысленно орать, говорить, что она набрасывается. И все. Нужно просто вспомнить о Кришне. Но о Кришне не вспомнить, потому что всю жизнь вредал от Кришны. Убегал от этой Куркшетры. И человеку тоже пройдет. Когда Кришна ставит нас в какие-то условия, Он говорит, «Я показал тебе два пути, но выбирать ты должен сразу». И человеку, которому говоришь, дается такой вариант. Представь, нет? Если авторитет не против, если… То пожалуйста. Я могу сказать, что я против. Что-нибудь изменится? Нет. Я думаю, нет. Я верю, конечно, что Кришне, если человек предастся Кришне, Кришне может. Если он захочет, то все изменится. Предник. У него не будет сил, но он будет молить Кришне. Кришне изменит. Видя его искренность. У него просто нет сил изменить. Он понимает, что надо изменить, что правильно делает. Кришне может это изменить. Он может исполнить желание, если будет на самом деле желание. Даже Духовный учитель предоставляет нам выбрать. Он предоставляет возможность понять что-то. Чтобы не было так, что ты убегаешь от проблем. Поэтому он сразу пишет. Он понимает? Поэтому он пишет. Может быть, ты убегаешь от чего-то другого? Поэтому он говорит, если там не против, значит, ты ни от чего не убегаешь. Ты что-то могу. Но есть ли желание как-то человека хватать его за уши, когда он хочет что-то сделать? Подскочить, хватать его за руки, за руки, когда он хочет что-то делать? Вот представь, ты бы сейчас куда-то поехал, кто-то тебя схватился, или нет, там тебя приковали цепями. Ну и тебя физически оставили здесь, но ты уже там. Это было место. И при каждой возможности совершать побег. Пропадый говорил, не надо охранять того, кто добровольно остается. Но надо днем и ночью охранять того, кто остался недобровольно. Он вынашивает план, как побег совершить. Пойдите эксперимент. Что я на самом деле не хотел, чтобы он ехал. Я никогда не говорил, что я хочу, чтобы он ехал. Я ему говорил, что ты собираешься ехать. Я поэтому готовлю, что я вижу твое настроение такое. Как он думал? Он выполнит условия духовной участии, которые написал, если авторитет не против? Выполнишь твой опыт? Да? В октябре смотри сколько времени. А я и против, чтобы ты в октябре. Смотри, какие испытания на твою голову наваливаются. Я повторялся Харе Кришну. Ну, все-то рассказываю там внутри, да? Разводишься. Сейчас между двух армией стоишься. Дагландита там сейчас. И кем окажешься? То ли Артуны, то ли Дори Адханы, никто не знает. То ли Пхишмай, дедом Пхишмай. Просто будешь за Кришну. Против Кришны как будто за Кришну. Или кем-то, ничего. А Швардхама был у нас уже. Но я же понимаю, что я… не должен его мучить. Или уже плохо, или уже больно. Я же так говорю, что я помогаю человеку сделать что-то. Но вы знаете, вы все, что у меня не было такого желания. Я просто вам говорю, у меня нет такого желания. Не в октябре этого года, не в октябре следующего, не в октябре года следующего. И поэтому Кришна не исполняет мое желание, потому что я не чистый призм. Был бы я чистый призм. Мое желание будет склонным. Вот у меня такое было желание, чтобы Читрито приехал в Молозды. И Читрито по Молозды сидит. Но это не потому что я Читрито хотел приехать в Молозды. Но это совпало с моим желанием. Наши желания совпали. Потому что мне жалко преданных, которые решают как-то проблему неправильно. Я заведомо знаю, что ничего хорошего не будет. Когда кто-то куда-то собирается уезжать и думает, что это решит его проблему. Нет. Если вы хотите эффективно продвинуться в преданном служении, вы не должны избегать трудностей. Эти трудности преодолимы. Все эти трудности преодолимы. Вспомните, Пандаам хоть одно препятствие послал Кришну, которое бы они не смогли проголеть. Хоть одно. Они просто предавали себе все. Смотрите, Он всегда их не покидал. Они все теряли, а Кришна все время с ним был. Они теряли все. Материальные. Штаны чистые, противоградские. В опасу саперная батарея. Лук, чеснок, укроп. А Кришна с ними оставался всегда. Кого они боялись потерять? И что? Свои отношения с Кришной не боялись. Они боялись потерять Кришну и свои отношения. Кого Кришну? А что? Своей Бахтийогу. Единственное, что они боялись потерять. Поэтому все делали, как Он и сказал. Видура пришел к ним и говорит, не дергайтесь. Не дергайтесь. Они сказали, мы сейчас пойдем разнесем всех их. Он говорит, не дергайтесь. Не дергайтесь. Сидите и ждите. Они приняли в виду. Они не перестали дергаться. Они говорят, придет время. Вам еще придется сразиться по-настоящему. Сейчас все ваши эмоции. Не поддавайтесь эмоциям. Что надо пойти, что надо сделать. Не поддавайтесь эмоциям. Действуйте на духовном уровне всегда. Мы учимся действовать на духовном уровне. Каждый раз, чтобы встать и уйти и делать то, что хочет Кришна, это значит, надо в этот момент отказаться от плана. Как ты можешь планировать? Может, я там спланировал какие-то чувства и ненаслаждения, но надо будет встать и покинуть их. Человек планирует. И в то же время ты можешь встать и отказаться от плана Кришны, и спланировать новый план Кришны. Но вот тут вот. Каждый раз мы можем выбирать. Человек обучается. Обучайтесь. Если вы что-то делаете, нужно обучаться. Обучаться быть разновидчивым. Садхана. Пошел. Блин, старенная садхана. Но он лучше садхана. Он на садхана действует. Такой спокойствие. Вот я вам говорю, спасибо садхана. Спасибо садхана. Как тяжело изменить свой план. Представляете, как тяжело. Представляете, как мне было тяжело измениться. И в то же время я так радовался, что у меня есть возможность измениться. Что я и пришел туда измениться. Но у меня не было сил. Я понял сначала, что у меня нет сил для измениться самому. Я узнал о том, что Кришна может изменить любого. Я хочу, чтобы Кришна меня изменил. Поэтому я здесь. Я говорю, Кришна, измени меня, пожалуйста. Я твоя непреданность. Измени меня на предного, пожалуйста. А я буду не делать что-то для тебя. Захватом повторять. Поведующий. Пару. Пару. Пару только, Кришна. Пока пару. Ну, потом еще парочку. И самое главное, Кришна, ты меня не слушай. Что я буду там молоть чушь, ты меня не слушай. И прошу тебя, не исполняй мои желания материальные, которые будут препятствием моего преданного служения. Я тебя прошу, не исполняй. Когда я тебя о чем-то буду просить, даже не слушай. Когда я буду тебя просить, в минуты славости о том и о сём. Не слушай меня. Я тебя прошу, Кришна. Пока я сейчас еще в твоем сознании не выполняю ни одного моего желания. Что я такой осел, что как на меня гуна другая начнет действовать, я сразу начну тебя просить чего-то. Не исполняй этих желаний. Я тебя прошу, пожалуйста. Я хочу преданности. Кришна, дорогой, если ты хоть что-то хочешь на самом деле, как-то услышишь мои молитвы и решишься что-то сделать для меня, пожалуйста, дай мне просто преданность побольше в тебе. Забери, забери эту привязанность к чувственному наслаждению. Вот это забирай мне. И ничего не давай. Давай мне преданность взамен на вот эти все вещи. Я буду просить обратно, как к Индру все. Не слушай меня. Я вру. Не слушай. Пожалуйста, не слушай. Подкни уши в фотку. Дай мне переплыть этот океан. И потом меня выпусти. Потому что пока я плыву, тут столько всяких проблем. столько раз охота вы уже высадится где-нибудь на каком-то острове пинга-чанга там и бананы и жуй космосы есть бананы там где обезьяны хавают бананы африка так охота на том острове высадится там эти амазонки бегают и все царя у них нет не в голове так так охота стать царем амазонок поэтому когда буду проплывать возле этого острова пожалуйста свяжи меня кришна покрепче иди слушай я буду вся кучу уж говорить что я доплыл давай все хватит пожалуйста не слушай меня в этот момент потом еще новый остров появился там все улетают под хохоту там тоже меня не слушают привязываю меня к столу каждого к этому дереву приятного служения привяжи меня пожалуйста к этому дереву я так хочу привязаться к этому дереву как говори ростов бахти превращается в ствол дерево все слушать как сумасшедший она мне приступ материализма начинать их лично не слушай просто отнесись ко мне как в чокнутому зафиксируй меня и поставь на укол зафиксируй лучше меня когда я что-то побег из дурдома собираюсь сделать потому что там если я убегу я причиню много беспокойства сумасшедший на воле это страшное дело и так меняется все становится чистым все становится планом а вот в связи с тем что допустим мы можем наверное обвинуть кришну я просто много расслышали допустим что кришна все контролирует то есть если мы допустим мы по собственному выбору все таки меняем план кришны как в этой ситуации вы можете определить решение но в связи с тем что мы можем мгновенно обвинуть план кришны на себя который преддным служебным да мгновен прямо сейчас можешь встать и прекратить делать я и так допустим можешь ты это сделать прямо сейчас прекратить совершать служение кришне а как ты думаешь что кришна заинтересовал что ты стал преданной а чё почему же тогда он дает возможность изменить а чё почему же тогда он дает возможность изменить а чё тогда непонятно как мы можем наверное решить вот так и может вот так и может а чё почему кришна знает что ты изменил план он уже знает что ты уже ему не служишь что он все контролирует он сразу знает кто служит ему а кто нет и как кто ему служит он знает что он делает как каковы его массивы вот в чем контроль кришне вот здесь один ребенок штаны накакал а другой не накакал а ты смотришь ты контролируешь подходишь одному снимаешь другому даешь леденец другому новые памперсы по заднице в угол под контролем ребенка говорят вот это можно делать а вот это нельзя и сконтролирует как он это сделал ага сделал неправильно но его контролирует контролирует его выбор не то чтобы ему дают свой выбор но он смотрит что он сделает и туда и сдаст знаешь что такое контроль когда ребенок идет а вы так его отстраховывать да он может упасть а вы же контролируете ну представь там ножик такой лежал и он начал падать на ножик и вы говорите я контролирую ты падаешь на ножик опа в чем суть-то контроля что он все знает и может изменять если мы его предаемся и не изменяет просто контролирует то что мы делаем то есть знает и все опять же хорошо ну ты представляешь скрытые камеры что ты делаешь что делать скрытые камеры нужно просто наблюдать наблюдают да а для чего не контролирует а для чего ты наблюдаешь просто как ну да сейчас для любопытства чтоб потом предъявить замужем и он тебе начинает паразит а я дам смотри мы вас контролировали чем наслаждать да просто посмотрели они контролируют это желание контролировать не что Желаю вам, чудо желаю. Он там по контролю все держит. Таков Кришна. Ничего без его ведома не происходит. И ничего не происходит, чего бы он не знал. В этом контроле. А вот ситуация, когда вы пустите его? Он контролирует, что вовремя случилось землетрясение и накрыло тебя крышкой в робо. Вот это контролирует. Он говорит, она мне не передается, сейчас надо проконтролировать, чтобы ее разбило машиной. Он устраивает это и контролирует, правильно ли это произойдет. И там, когда ты идешь через дорогу, машина, он так говорит, муха, муха, иди. Это нормально. Контролирует себя, всем управляет, поэтому он всем и контролирует. Что значит контролировать свои чувства? Может просто за чувствами посматривать? Ты сейчас что делаешь? Чувства контролируй, посматривай за ними. Что такое чувства контролировать? Контроль чувств. Так и кричь на всех контролирует. Что вы хотите, пожалуйста, делайте. Он что, все живые, живые существа. Он не думает, что это умер. Он знает, он не умает. Если мы кому-то купили новый платок, он снял платок и одел новый, это же, это примерно выглядело бы для нас, как подходит человек, раз голову срубил и вторую голову, раз поставил. Для нас это выглядит трагедией, но он-то знает, что мы души. Поэтому его перемена этих тел не беспокоит. Так же, как и мудреца. Смена тела не беспокоит. Так что, кого не беспокоит тело, пожалуйста, действуйте так, чтобы его быстро поменять. Меня беспокоит лично. Честно скажу, не буду врать. Меня беспокоит, как я поменяю тело, при каких обстоятельствах и в каком сознании. Особенно меня беспокоит, в каком сознании выжать тело. Не начну ли я убегать своим сознанием опять от этой проблемы? Прямую я выжу смерти или нет? Или спрячу за свое ложное эго, за свое тонкое тело. И в нем так выпахнет. Ха-ха-ха, я тебя обманул, смерть! И в новое. А новое-то еще такое, не по размеру дадут. И в скрученном виде там в нем. Знаете, новое тело иногда дается такое, что ноги жмут. Руки какие-то не твои. Голова не соображает, ничего. Это не мое тело, а твое-твое. Так я же не такой нации, такой-такой. Я же не такой религии. Такой. Все. Все. Куда они ходят? Все. Он говорит, это же не я. Это ты уже. Все. Это я? Да, это ты. Так это же я. Нет, это ты. Что-то мне как-то это. Неудобно мне, Машу. Что ж поделаешь. Только на это у тебя хватило. Ты даже видишь, он на ногу здоровую заработать не мог. Так что, ногу мы у тебя забираем обратно. В этой жизни ты одной ногой только заработал. Все части тела, все органы что-то стоят. Вы знаете об этом? Они все стоят, имеют цену. Чтобы у тебя не болела печень, цена. Чтобы у тебя было хорошее кровообращение, цена. Чтобы у тебя было новое хорошее тело, цена везде, цена. Почему, говорится, так осознать важность, реальность человеческой формы жизни, ценность. Цена там, да, есть. Всему есть цена. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и посмотрите, насколько вы богаты. Посмотрите на свое здоровье, задумайтесь о своем здоровье. И вы сразу поймете, много ли богатства вы насобирали в прошлом. Посмотрите на то, чем вы занимаетесь, какие у вас вкусы. И вы сразу поймете, кто вы такой. Если объективно, возьмете и посмотрите на себя объективно, знаниями шансов. И тогда иллюзия выйдет, что вы, так сказать, великий мудрец в прошлом был. Она сразу уйдет. Сразу понятно, кто это такой. Женщины получили женское тело, потому что были привязаны к сексу и к мужчинам. Вот почему, оказывается, женщины похотливее в шесть раз. Потому что это с прошлой жизни идет. А почему они голодны, глупее, лживее? Ченаки Бандит шутил, да, наверное? Он, как бы думать, он шутил, чтобы унизить женщин, да? Это форма такая, что если человек так себя вел, он в этой жизни получает эту форму. Может быть, он и недоволен этой формой, но все, надо жить, ну и все. А мужичок? С ноготком? На пальце, на мизинку? Чтоб чихать голову? Видели, да, такие есть? На пальце, на мизинце, на пальце такой ноготь, ковыряться, им чесать. Галстуки, доктор наук, вот такой ноготь. Зачем? Че он им делает? Вы замечали, да, людей, у которых именно на пальце, на мизинце такой длинный ноготь? Привычка ракшистическая какая-то. Маникюр? Что-то нарисовать что-то себе, накрасить что-то такое. Иллюзию создать то, чего нет на самом деле. Все это нанести на лицо. Это подкладки. Все, что-то сделать то, чего нет на самом деле. Смотрите, какая иллюзия. Уже там, в голове, иллюзия. Волосы прямые, нет, их надо закрутить, пусть думают, что они закручены. Думаю, что они закручены. Получи такое тело в награду. И тренируйся к холеросилам. Худрада вечная. А мужичок? Что он там делал в прошлом? Он не выспался в прошлом еще. Чем он занимался? Он не выспался еще с прошлой жизнью. Да. Он чем-то все время занимался ночами. Поэтому такой утомленный, угнетенный. Если рассмотреть на самом деле с позиции знаний, на свое тело, на то, что в нем, на свои мысли, как ты мыслишь, как ты действуешь, какие цели преследуешь, вы ужаснетесь. Кали-юга. И кто живет в Кали-югу. Вот посмотрите, сейчас и каждый о себе думает, что он такой нормальный, хороший парниш. Вот каждый же о себе думает. Иначе какой претензий была бы? Уже бы мы спорили, ругались бы, если бы мы знали, что мы чмошники какие-то. А? Мы были такие скромные все. Вы видели, когда я чмошник? Он такой. Но мы-то все такие. Он-то хоть понимает, что он такой. У него ничего нет. Каждый его обидит. Но он еще единственное не понимает, что он причиной этого. Он вынужден. Вы посмотрите, как мы красивы. Вы понюхаете, как от нас пахнет. Тут рядом одна... Вот есть и лаври товарша. Тут недалеко тоже от нас. Там даже пот не пахнет. Как они хороши. У них даже пот не пахнет. От них пахнет цветами. Пот нет и все время от кожи пахнет цветами. Я уже не говорю, чем индра награждает. Тех и других. Это такая форма, где надо страдать. С утра до ночи страдать. Напоминая о грехе прелюбодеяния. Женщине напоминание о грехе прелюбодеяния. Они даже не знают об этом, женщины в мире. В Калиюгу никто не знает. Это же наличие месяцев, месячных. Это как ткнуть их еще раз в их похотливость. За что он получил это, индра? Да ты похотливый вид. Часть этой похоти отдал этой форме. Потому что эта форма будет похотливой. Ну и многого не знают. А мужчинам что? Я же не буду говорить, что это эзотерическое знание. Это да, он расскажет отдельно. Мужчинам вообще проблемы. Начинаешь, там в общем-то разницы нет. Можно просто знакравенство ставить. Адам, так сказать, и обливатель. Знакравенство. Даже говорить, потому что если я начну говорить, женщины очень вдохновятся. Они сейчас думают, что я вот вроде их так сад. А про мужиков-то не стал. Просто мне не хочется, вы же над ними смеяться начнете. Опять начнете выпендриваться. А женщины выпендривающиеся. Это очень проблема большая. Поэтому лучше вы будете таки подавлены. По крайней. Будете думать, мужики, лучше все-таки. А эти мужики, все-таки. Все это все равно. А мужики станут тетеньками. Что проверить? Правильно я говорю. В овале была шастра. Что им так плохо. А мы так им завидовали. Когда человек знание приобретает, то есть понимание этого происходит, знание. Человек начинает, он смиренно восстановится. Я-то выпендриваюсь. Что я творил, как можно нечистотой гордиться. Это тоже ложная гордость, проистекающая из невежества. Вот раньше человек женка говорил. Да я вообще сто раз в тюрьме сидел. Представляете, человек вот этим гордит. Я помню, как я на это раскладил. Я не говорю там, сколько раз. Я думаю, ну да я сто раз там вообще. Я думаю, ну да я такой крутой. То есть сейчас-то мне стыдно. Я понимаю, чем я гордился. Принимать вот это, я говорю, источники страданий за наслаждение. Это есть невежество. Тупость. Осел просто. Самый натуральный осел. Доктор Блин. А женщины, они говорят, там мы-то в кармическом жизни. Вообще-то еще. Вообще эти дурости, они были скромные. Представляете, какая у вас такая жена может попасть? У которой такой, башка такая. Вы представляете, что у них в башке? У такой личности. Чего вы наедитесь? Вот когда такой менталитет в голове. Что она этим гордится. И таких тысячи, миллионы. Миллионы. Вот я когда корми слушаю, когда еще человек непреданный, да, я слушаю, и он такие, он бы лучше заткнулся и молчал. А он раз так. А я вот кармическое жизнь. А я вот то, а я то. Я иногда слушаю. И думаю, ой блин, когда-нибудь наступит время, когда ты, если ческами, то не выводишь этот рассказ, не выводишь, потому что ты будешь очень сильно. А идти будет неудобно. Ну, когда ты сидишь, когда разговариваешь, вот я рассказываю, я вообще, я был такой наркопат, колоса, 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 улыбал уже, колоса, 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 курил, сидел в тюрьме, все время там, чифирил, колеса коптал, классные были колеса, паровал постоянно, у, я был крутой. Он не скажет, что он был тупой, он скажет, я был крутой. А другие ослы, у них что-то мерил, это такое же они, о-о-о, он, махасек. Это просто ослы, он, махасек. И они восхищаются этим. Мы можем только об этом сказать, чтобы кого-то вдохновить, что мы были в худшем положении, благодаря сознанию Кришны выбрались отсюда. Мы этим не смакуем, мы просто хотим проводить проповеди. Мы проповедуем, что вы же знали, какой я был подонок. Посмотрите, что сделала эта мантра, что сделала эта саппана, что сделали эти клинки. Мы этим никогда не красуемся. Как же это красиво? Кто показывает свои прыщи, свои бородавки? Вы видели, что кто-нибудь свои изъяны показывался? Люди хотят скрыть. Поэтому они закручиваются, мажутся, то-сё, зубы вставляются. Смеются так. Почему? Потому что, если это, да, засмеются, то вы упадёте сразу. А скрывают. они скрывают свои зяны, но мы их демонстрируем, это невежество. Рассказать. Я помню, как Маркл рассказывал, как он греховен, он смаковал. потому что сердце нечистое, чего-то гордиться своей нечистотой. Это как, представьте, мы сейчас все пришли, и каждый показывал, сколько навалился. И вместо того, чтобы мы говорили, киджай! Он навалился, не больше всех, киджай! Гриланды давали. Он всех больше. Навалил. А потом, а второе место, за самую вонючуюсть. Мы так не делаем, почему бы это скрывать? Точно так же и в нашей жизни. Гордимся тем, что нужно смыть просто. Смыть? Он говорит, омовение внутреннее, повторением Харе Кришне мантры, внешнее омовение водой. А мы что всем рассказываем, как мы вонючие, и говорим, о, мы-то были так вонючие, пока она омывалась. У-у-у, мы были так вонючие, столько валили, у-у-у! А кто-то думает, о, завидует, о, да здорово! Вы помните, нет? Кто-нибудь это помнит, нет? И как мы привязаны? Суть-то в чем? Почему я это рассказываю? Как мы привязаны к этим испорожнениям? Что мы даже через несколько лет пытаемся их выдать за розы. Чтоб нам туда гирлянду за них повесить. Что ж хорошего? Стыдно, человек глаза убирает, он боится, он говорит, не ходите туда, там меня могут знать, наговорят про меня всякую чушь там. Это просто, ну, проджирание приходило. Ах, мне столько было, все на раме говорили! Ахахахахаха! Она страдала. А вы что думаете, я не страдал? Я сразу всех предупредил. Мне неприятно это, но я понимаю, что я это наделал. Теперь я должен им доказать, как могущественно, Харе Кришна мантры. Я им должен доказать, что они лучше меня. Значит, у них больше шансов. Пусть они это примут. Видят, какой человек из меня? Да, Сашка? Пусть они там все макароны в фабрике поют, как вышли. Видуют в эти макароны. Как в горле. Я часто сижу на лекциях, что здесь такое слышно? Раз жжу, да там потешай. Пусть будет. Сбивайся я, смысле. Понимаете, да? Сероника, ты понимаешь, как частично? Даже этой части достаточно. Я такой части достаточно. Мне просто странно, что я вам рассказываю то, что я с самого начала уже знал и в таком состоянии пребываю. Может быть, поэтому только у меня что-то получается в племенном служении? Что я так, не стоя на самом начале? и в таком состоянии пребываю. Поэтому кого-то удивляешь, что там что-то быстро получается, что-то вообще что-то случилось. Только потому, что я с самого начала так настроен. Я вам расскажу то, что... То есть это я не сейчас реализовал. Вы не думаете. Я пришел в эскон в таком настроении. Так понимая свое положение в таком состоянии. Ну, просто тяжелее многих, потому что вы понимаете, что вы тоже... Ну, будем говорить, ну, чуть-чуть получше. Ну, в общем-то, знаете, как Парупада говорил. Ну, как я помню, ты на свадку ты попуп, а я по соске разница. Нету. Вы попуп в этом деле, а я по соске. Ну, когда между нами разница, чтобы спорить, что кто-то чищит. Ну, я знаю, сантиметров двадцать лучше меня. Чищи. Давай также так по поясу. Я по соске. Я даже по верхнюю... По нижней губу вот так. Потому что мне даже орать в шев Coleyle нельзя. Как только я заору, а! И так сразу дождь меня. Это называется понять свое положение, поэтому столько энтузиазма появляется, как мысли. А когда человек думает, я такой чистый, что мне? Надо я индусов спасать. Они такие грязные, посадки там все стоят. А может быть вы по нижней лугу сами? Я помню, в детстве в воду залезешь на самую большую глубину. И ты в этот момент хочешь убежать, потому что понимаешь, что сейчас волна пойдет. Любви. Зашли с ним? Вонки мы хвастались. Поручки с покрышкой. Вот мы в этом деле кто-то. Поручки с покрышкой, но все в этом деле. Вот самая идея, что мы все в этом деле. В добре вы. Я спрашиваю, кто знает, что такое добро в деревне? Что называют добром в деревне? И все говорили. Добро это когда делать хорошо. Я говорю, ну-ка еще в деревне добром называют. И потом самый могущественный ответ был, что в деревне добром называют авоз. Говорит, ну-ка идти смыслы и добро. Все в добре. Добрейший души человек. Раздобрел. Харибов. Все остальные лекции с сегодняшнего дня будут по вытаскиванию. Сейчас я так-то осветил то место, в котором мы находимся. Сейчас. Завтра начнем. А вот видите, по... Снятию. Порτешь, лаза штык. Здрасте. Переян. Приг GGデ'll beok. Субтитры создавал DimaTorzok